Всем большой привет! Меня зовут Маргарита, и я даже сама не верю в то, что сейчас произнесу, но да, у нас воскресные чтения вам не показалось. Огромное спасибо за поддержку. В первую очередь, я не устану говорить, потому что вы моя мотивация, вы мое желание продолжать снимать эту рубрику, достаточно сложную для меня. Сложную в том, что она очень время затратная, энергозатратная, и вот только благодаря тому, что она находит так много откликов в ваших душах, я нахожу время и силы для того, чтобы продолжать ее записывать и снимать. Я решила, что нужно немножко подсластить этот выпуск и сделать кое-что приятное для вас. Я знаю, что вы любите открытки, я знаю, что я люблю открытки, мы все любим открытки, поэтому нужно ими просто взять и обменяться. Сейчас в Мюнхене проходит Октоберфест, и я подумала, что это прекрасная возможность для того, чтобы разыграть открытки с видами Мюнхена. Поэтому, если вы хотите получить от меня открытку, просто напишите в комментариях «Хочу открытку». Карточек всего три, поэтому если желающих вдруг будет больше, то в этом нам поможет генератор случайных чисел. С этим мы разобрались, а сейчас давайте переходить к дневнику. 1 декабря я поднимаю очень непростую тему о советских мультиках, потому что на самом деле они травмируют наши души с детства. Я уже достаточно взрослый человек, но у меня до сих пор есть мультики, которые вызывают у меня, я бы не сказала, что самые приятные эмоции. Знаете, это какая-то смесь между безнадегой, одиночеством, разочарованием в жизни, в мире и от заглавных песен этих мультфильмов меня просто начинает чуть ли не трясти и слезы катятся ручьем. Я вам сейчас напомню несколько мультфильмов, которые у меня в черном списке, которые не стоит никогда показывать детям, если вы не хотите их травмировать. Первый мультик называется «Пони бегает по кругу». Это просто страшный страх, если вы хотите почувствовать скоротечность жизни, если вы хотите понять, как это, когда вы оглянулись, а молодость осталась позади, детство осталось позади, оно не вернется, впереди только старость, воспоминания и пустота. Вот этот мультик, он прям дает прекрасный экскурс в жизнь, которая движется стремительно. Что когда-то родители были молодыми, что когда-то мы все были маленькими, а сейчас родители уже не молоды и, возможно, уже их и нет на этом свете, и это не вернуть, и время не остановить, и все мы двигаемся в одном направлении, в сторону перерождения благополучного. И вот это ощущение какой-то тотальной безнадеги, оно просто пропитано в этом мультфильме. Я понимаю, что это какой-то Мефистофель, наверное, создавал эту тематику. Следующий мультфильм, который тоже в этом черном списке находится, он про пингвинов. Может помните, там история о том, что пингвины высиживали яйца, и один пингвин, папа, он отлучился ненадолго и доверил присмотр за яйцом своему другу. Этот друг не усмотрел, в итоге яйцо съели какие-то дикие звери, и он для того, чтобы не рассказывать отцу пингвину про то, что его ребенка больше нет, он ему подложил камень. И отец пингвин очень наивно продолжал высиживать камень. А потом, когда у всех начали вылупляться дети, у этого папа пингвина, ребенок не вылупился, когда началась миграция всей стаи, он вместе с этим камнем пошел на дно, потому что он не хотел его выпускать. Вывод в чем? Вывод в том, что мультфильмы готовят нас к очень тяжелой жизни, похоже. Во-первых, нельзя доверять соседям, не давать присматривать им за детьми, потому что не успеешь оглянуться, как в твоей коляске окажется камень. И следующий мультфильм, который тоже из разряда вообще каких-то супер слезоточивых, это мультик, где девочка хотела собаку, но ей ее не покупали, и она начала считать за собаку свою варежку. Она с этой варежкой на резинке ходила гулять, она наливала ей молочко в миску, и ей действительно казалось, что это не варежка за ней тащится на резинке, а это собака на поводке. Родители были слишком заняты своими делами, там маманю показывают, которая вечно разговаривает по телефону в то время, как ее девочка таскается с этой варежкой. И ты смотришь и понимаешь, каким же тотальным одиночеством пропитана эта картина. И я... мне кажется, это просто незаживающая рана в моей душе на всю, мать ее, жизнь. 2 декабря мы возвращаемся к делам насущным, и я жалуюсь на пробки в Мюнхене, потому что это уже какой-то беспредел. Пробки образуются из-за того, что весь центр — это одна бесконечная стройка. Уже на протяжении 5 лет на центральных улицах мы наблюдаем вот эти конусы, которые ограждают дороги, тротуары. Что они строят, я не понимаю. Тоннели они роют, метро они восстанавливают. Но уже 5 лет весь центр перекрыт. Это немножко напрягает, если честно, потому что это центральная артерия фактически, по которой двигаются машины, автобусы во все стороны. Для меня иметь машину в большом городе — это больше проклятие, чем радость, потому что сейчас транспорт превратился просто в какой-то ад. Мне даже интересно, они вообще собираются заканчивать эти стройки? Такое ощущение, как будто бесконечное количество денег на этом отмывается, их все устраивает, поэтому уже годами мы терпим перекрытые улицы. 3 декабря я пишу, что я увидела кое-что невероятное. На улице была дикая слякоть, и одна семья выгуливала свою собаку, это был французский бульдог, в белом свитере. Я не удивлюсь, если это был кашемировый свитер. И чтобы понять вообще всю странность ситуации, я не могу себе позволить белый цвет носить, потому что я вечно что-то проливаю, куда-то вляпываюсь, чем-то капаю на себя, куда-то сажусь в непонятные лужи, и в итоге мое белое превращается просто во что-то испорченное. Здесь люди не побоялись надеть белый свитер на собаку. На собаку, которая очень низко к земле, еще и дождь на улице, и, ну, честное слово, такое можно увидеть только в большом городе. 4 декабря традиционно у меня суперпраздничный день, это день рождения моей мамочки. Я даже не знаю, существуют ли вообще слова для того, чтобы описать ту любовь и те эмоции, которые ты испытываешь к родителям, особенно если ты их, ну, невероятно любишь. Моя мама героическая женщина, она действительно для меня пример во всем. В профессиональной сфере просто богиня добилась всего, просто с нуля дошла до самого верха и исполнила все свои мечты. В бытовом смысле это была женщина, у которой всегда было все чисто, все были накормлены, несмотря на то, что она работала каждый день, там, с утра до позднего вечера. И как мама она была чудесная, потому что она давала тебе полную свободу, тебя всегда защищала, не контролировала. Благодаря маме, наверное, я была завсегдатой всех вечеринок в школьное время, она меня всегда отпускала к друзьям, с ночевкой. Поэтому, если где-то что-то интересное происходило, я всегда там была, потому что родители меня вообще не останавливали в моем социальном развитии. То есть я всегда была в центре событий. Моя мама отстаивала мою честь как львица всегда. И в школе особенно, я помню, у меня было достаточно много проблем, потому что меня там, откровенно говоря, не любили. Я всегда имела какое-то свое видение на то, что мне делать, что мне говорить. Я не любила рамки, а учителям это очень не нравилось, потому что, ну, не покладистый человек, это проблемы для них. По мне собирали несколько раз педсоветы, на которые приходила мама отдуваться и просто там всех раскидывала, отстаивала мою честь. И даже однажды случилась такая интересная ситуация. Случайно моя классная руководительница нашла мой личный дневник. Но это был не столько дневник, сколько это была тетрадка со стихами, которые я компоновала, сохраняла, которые мне нравились. И учителям они показались очень опасными. Им показалось, что я подозрительно чернушничаю. И они, в общем, отметили даже самые опасные, на их взгляд, моменты. Вызвали мою маму, и ей просто при всем классе зачитывали вот эти вот опасные строки, по их мнению. В то время дико увлекалась Бодлером и его книжка «Цветы зла». Вы, если знаете, творчество Бодлера, это просто такая чернуха, где склепы, кладбища, мертвые встают из могил. Ну, то есть такой, знаете, чисто французский романтизм, очень примитивный, там, где описывается, не знаю, разложение лошади в стихах, естественно. Вот, и моим преподавательницам, родам из Советского Союза, это показалось все очень опасно. В итоге моя мама покрутила пальцем у виска, сказала, во-первых, нельзя читать чужие записи, и вот то, что вы сейчас сделали, это просто позор-позор вам. И забрала мой дневник и ушла. С гордо поднятой головой мне его дома вернула, и сказала, что какие-то они у вас немножко того. 5 декабря я помню, что мы гуляли по городу в центре Мюнхена, и на глазах мне попалась витрина одного очень крупного магазина, где я представляю, какая жирная аренда, но витрина была оформлена очень уродливо. Муж мне сказал, что лет 20 назад в этом месте был самый большой магазин меховых изделий, то есть там продавали мега дорогие шубы до того момента, пока не вмешалась пета. Пока защитники животных не объявили, что натуральный мех — это зло, это позор, носить его неприлично, и этот магазин очень быстро обанкротился и закрылся. И действительно, здесь не поспоришь, время меха ради моды прошло, и сейчас в условиях средней европейской зимы, где температура не опускается ниже 10 градусов, мех — это больше дурновкусие, чем необходимость. У меня до сих пор в шкафу висит норковая шуба, это, наверное, был самый дорогой подарок моих родителей мне, для того, чтобы я не мерзла, когда училась в университете. И я понимаю, что я ее носить буду, наверное, никогда. То есть я не знаю, что с ней делать, она мне дорога как память, продавать ее руками у меня не поднимается, но носить ее я тоже не буду и не собираюсь, потому что я все-таки понимаю, что сейчас появилось достаточное количество одежды, которой я может заместить натуральный мех. 6 декабря я пишу, что к сестре обратилась бабуля, которая решила выучить русский язык, немка, она попросила давать ей уроки. И вот несколько раз в неделю моя сестра давала уроки русского, этой 83-летней бабули. И здесь ты понимаешь, что вот уж точно кого не заботит возраст, и что человек не боится пробовать что-то новое, учиться чему-то новому, даже в таком достаточно серьезном возрасте. И ты понимаешь, что все преграды, они в наших головах. Очень часто мы слышим от людей преклонного возраста о том, что зачем мне куда-то ехать или что-то делать, потому что я уже доживаю, сколько нам осталось. Наверняка вы тоже часто слышали такие фразы от своих близких, которые в возрасте. Нам не стоит забывать, что жизнь идет, пока мы дышим. И даже если в 83 года вам приспичит выучить новый язык, почему бы и нет? 7 декабря случилось неожиданное нападение плесени на наш дом. Опять. Вот когда начинается период отопления, закрытых окон, то это мерзопакостное. Этот мерзопакостный грибок просто начинает пробиваться сквозь штукатурку, сквозь щели. Но мы же в современном мире живем, где сейчас люди озабочены экологичностью. То есть ты стараешься покупать экологичные порошки, экологичные средства для посуды, экологичные средства для мытья пола, для мытья окон, для чего угодно. И в этом же отделе есть экологичные средства против плесени. Они без хлорки, и они якобы должны убивать, не знаю, эту плесень молитвой, например, какой-нибудь. Но ты брызгаешь эту плесень средствами экологичными, и не происходит ничего. Только марает стены, только остаются какие-то желтые разводы, желтые пятна, но она не помогает. И мы уже просто психанули, и пошли купили нормальное, классическое средство против плесени с хлоркой. И вы не представляете, картина на наших глазах развернулась, чудесное, это просто магия. Плесень растворилась буквально за секунды. Ты побрызгал, и ничего не осталось. Вообще ничего. Хлорка. Поэтому, как бы ни пытались сейчас люди топить за эко-средства, ты понимаешь, что вот для серьезных мер тебе нужны серьезные химикаты. 8 декабря нам пришла посылка от друзей из Питера. И что же там было? Конечно же, книги и сушеная рыба. Сушеная рыба — это наша какая-то бесконечная, вечная любовь, которую мы всегда заказываем, когда нас просят, что же вам прислать. Сушеную рыбу, сушеную икру, пожалуйста. И каждый раз ты себе говоришь не объедаться этой сушеной рыбой на ночь, но постоянно нарушаешь свое обещание и в итоге всю ночь мучаешься от жажды, потому что дико хочется пить. И всю ночь тебя преследуют просто какие-то жутчайшие танталовые муки, когда ты не можешь напиться. Вот мне хочется спросить, почему питьевая вода заканчивается именно в такие моменты? Ну вот кто будет спорить, что существует еще закон подлости? 9 декабря у меня огромная радость. Я нашла наконец-таки средства от холодных ночей. И кто бы мог подумать, что это старая добрая резиновая грелка. Да, она в меховом чехле, но внутри она все та же самая резиновая грелка для горячей воды. Я теперь не представляю своей жизни без этой грелки, потому что ты ее набираешь, кладешь в ноги и тебе тепло всю ночь. Это фантастика. Лучше ничего не придумали, как бы человечество не шагало вперед, не развивало науку, грелка, она все еще грелка. И самое забавное, что из-за вот этого мехового чехла, очень мягкого, приятного, кажется, что это какой-то котик рядом с тобой лежит и от этого еще уютнее становится. И забавно было, когда на каком-то модном показе была целая коллекция таких же меховых грелок, и ты понимаешь, что в Европе, однако, зимой это самый популярный аксессуар. 10 декабря случился настоящий снегопад, и это поразительно красиво. На улице стало невероятно красиво. Кажется, как будто эти огромные снежные хлопья падают в замедленной съемке. У тебя в голове моментально начинает включаться вальс цветов Чайковского, и ты смотришь под вот этот аккомпанемент, как тупят водители на дорогах, как на своей лысой резине они кружатся в танце по свежевыпавшему снегу. Город становится белый, чистый, и очень жаль, что вот такие моменты они длятся очень мало. Снег достаточно редкий гость в наших краях, поэтому пара часов наслаждения, а потом эти прекрасные, пушистые, белоснежные сугробы превратятся в обычную, грязную, жидкую лужу. Очень непоэтическую. 11 декабря, это воскресенье, а это значит, что мы продолжаем наш рейд по рождественским рынкам окрестных деревень. В этот день рынок приехал в самую крупную деревню, которая находится рядом с нами, и ты понимаешь, что уже некамерно, уже не настолько уютно, Глинтвейн невкусный, еда невкусная, но больше всего, что меня потрясло, это выступление местного коллектива полерин. Девчонки выступали в летних костюмах, они стояли в купальниках с голыми плечами, а на улице мороз. Я сама в детстве очень много лет танцевала в городском ансамбле, и мы были тоже завсегдатаями всех городских мероприятий, и на площадях, и в закрытых каких-то пространствах. И просто наш, если бы художественный руководитель сказал бы, что я выпущу девчонок вот в таком виде на мороз, то его бы сразу сняли, уволили, посадили, и распяли бы на площади. А здесь ты понимаешь, что к какому-то гениальному человеку пришла такая идея, и наденьте вы на них водолазки черные под их вот эти танцевальные боди, и будет хорошо. Потому что сейчас это выглядит немножко как садизм. Ну как по мне. Так себе идея, конечно. Глядя на них, ты понимаешь, что ты не хочешь наслаждаться этим танцем, ты хочешь просто побыстрее, чтобы они ушли в тепло и грелись. 12 декабря я жалуюсь на то, что найти наушники для дома это большая проблема. Наушники для дома, я имею в виду, что это не такие, знаете, капельки в уши, которые вы берете с собой, а это наушники, с которыми вы работаете за компьютером. У нас с мужем компьютеры стоят в одной комнате, мы там спиной друг к другу сидим, то если у одного и другого будет звук работать, это будет просто какая-то лютейшая какафония. Поэтому я чаще всего работаю в наушниках. К наушникам у меня требования самые простые. Мне нужно, чтобы они были на проводе, обязательно, никакого блютуза, потому что они любят садиться в неудачный момент. Мне нужно, чтобы они сразу же подключались к компьютеру. Еще требования к наушникам. Мне нужно, чтобы они не были вакуумные, чтобы помимо звука я слышала еще окружающие звуки, потому что когда ты сидишь в вакуумных наушниках и тебе со спины кто-то подходит, ты просто начинаешь дико пугаться и подпрыгивать. Ну и чтобы они были не очень тугие, потому что несколько наушников, которые я перепробовала до этого времени, они мне голову сдавливали так, что казалось, мой мозг просто вытечет из ушей, это дикие головные боли. И да, вот эти вот все пункты, которые мне нужно было соблюсти, оказалось достаточно сложно. Долго-долго я ходила по всем магазинам, пробовала, покупала, сдавала, жаловалась, говорила, что все одно современный мир не может даже придумать наушники нормальные, о чем мы просто говорим. Потом додумалась прийти в музыкальный магазин. И в музыкальном магазине нашла сразу же то, что мне было нужно. Наушники с проводом, не вакуумные, со звуками посторонними, со звуками окружающего мира, и которые очень легко сидят на голове, не сдавливают тебя. Все, что мне было нужно, по приемлемой цене. Поэтому если у вас тоже есть проблема найти наушники вот такого формата, для компьютера, музыкальный магазин, просто спасение наших ушей. 13 декабря я поддалась всеобщему ажиотажу и посмотрела несколько серий сериала «Монастырь» с Анастасией Ивлеевой. В то время все о нем говорили. Кто-то говорил, что это великолепная актерская игра, что это великолепная режиссерская работа, что молодой режиссер, который снял этот сериал, он подающий надежды будущий великий режиссер. В общем, стало мне дико интересно, что это вообще такое, о чем все говорят. Я посмотрела и поняла, что нет. На мой вкус, это достаточно посредственная картина, очень интересный сюжет, но слабый и режиссерский слабый, и сценарный слабый, какие-то куски просто вырванные из контекста. Ну и отдельно, конечно, люди, которые окрестили Анастасию и Ивлею гениальной актрисой, мне кажется, очень погорячились. Я могу сказать, что этот сериал сложно отнести к разряду плохих, потому что там есть откровенно классные сюжетные линии, например, вот эта главная сюжетная линия святого отца, батюшки и его сына. Великолепно отыграл Янковский со своим партнером, просто сказочно. Но вот все, что касается главной героини, мне кажется, немножко переоценено, потому что не то, что амплуа есть у каждого человека, но, как по мнению, каждый способен играть. То есть сниматься в кино может, наверное, любой человек, но играть может не каждый. Давайте вспомним школу, когда нам нужно было всем выучить монолог князя Андрея. Помните, когда к доске выходили все по очереди, и каждый рассказывал одно и то же, но на свой манер. Вы помните, среди ваших одноклассников, например, были люди, которые действительно этот кусок монолога читали так, что вы видели в нем князя Андрея. Чаще всего это выглядело так, как тихо, спокойно и торжественно, не так, как мы когда-то бежали, кричали и дрались. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, и все, и ушел. В университете у меня на одном из курсов русской литературы была преподаватель великолепная. Элеонора Иларионовна Худошина, чудесная женщина, очень утонченная. Она, кстати, теща Егора Летова, который лидер гражданской обороны. Если вы знакомы с творчеством гражданской обороны, Егора Летова конкретно, то вы немножко представляете, что классический университетский преподаватель, профессор, пушкинист вообще не вяжется с этим образом творца современного панк-рока. Элеонора Иларионовна сказала, что если кто-нибудь из желающих прочитает стихотворение Пушкина наизусть, тот человек получит сразу зачет автоматом. И вот тогда открылись ворота в ад. Кто во что гораст, на самом деле. Какие-то обрывки тайных знаний еще со школы начали всплывать. И вот благодаря тому, что личность самого преподавателя была настолько одухотворенной, тебе казалось, что тебе нужно прочитать это стихотворение, максимально проживая каждое слово. Я в тот момент решила, что это мой шанс на миллион, естественно, потому что зачет автоматом на дороге не валяется. Я рассказывала стихотворение к Чадаеву Александра Сергеевича Пушкина. И вся аудитория просто лежала, потому что это было олицетворение классической актрисы регионального тюза. Или, знаете, женщины, которая в ЗАГСе расписывает молодых. Потому что это было что-то в формате любви, надежды, тихой славы. Недолго не жил нас обман. Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман. Но в нас горит еще желанье под гнетом власти роковой. В общем, вот в таком формате я прочитала все стихотворение, и это была жуть. Все просто сидели в шоке. Но зачет я получила, да. И я сейчас про актерские данные, про то, что они либо есть, либо их нет. И к этому нельзя относиться серьезно. 14 декабря это был один из самых страшных дней, самых страшных моментов, когда я поняла, что серьезные угрозы жизни действительно существуют. Никогда я с этим не сталкивалась, и вот посчастливилась, как говорится. И мы попали просто в лютый гололед, который был еще припорошен таким снежком, сухим, и машину развернула. И все, что я видела, как мы летим на неуправляемой машине в кювет. И я прям вижу, как этот кювет приближается, и муж там не растерялся, просто выкручивал этот руль, чтобы сбалансировать машину, влево, вправо. А я понимаю, что я даже закричать не могу, я даже двинуться не могу, я просто сижу и смотрю, как приближается обочина. Ну, ничего страшного бы не случилось, но да, помяли бы нос, упали бы вот в какую-то там канаву. Но сам факт того, а если бы навстречу летела машина, а если бы это была бы не деревенская дорога, по которой никто не ездит, а если бы это была дорога на оживленной магистрали, например, и тебя просто-просто ни с того ни с сего выкинула навстречку. Очень страшное ощущение, после этого я боялась садиться в машину несколько дней, потому что мне казалось, что вот это вот состояние неуправляемости, когда ты находишься в машине, да, там зимой, оно частенько бывает на поворотах, когда много снега, например, да, дрифт такой легкий, у меня просто вызывал какую-то панику. И вот это, наверное, был первый момент в моей жизни, когда я действительно столкнулась с какой-то серьезной угрозой здоровью. И это жутко неприятное ощущение. 15 декабря я была свидетелем забавной путаницы. Пока стояла в очереди на почте, передо мной стояла женщина, и она на полном серьезе перепутала Австрию и Австралию. Мне всегда казалось, что это каноническая ситуация какого-то плохого комедийного шоу, потому что на полном серьезе кто-то еще может перепутать Австрию и Австралию. Это, знаете, из разряда Латвия, Литва, Австрия, Австралия, Великий Новгород и Нижний Новгород. Кстати, вот последний пример действительно был в жизни. Я помню, в 2018 году проходил чемпионат мира по футболу в России, и туристы иностранные действительно перепутали и приехали на стадион не в тот Новгород. И тогда они удивлялись еще, что оказывается не все Новгороды одинаково полезны. и нужно уточнять, куда тебе именно нужно. 16 декабря я пишу о том, что погода бушует и мы оказались в западне снежной бури. Хорошо, что мы в это время были дома, а не где-то в поездке или в гостях или на отдыхе, когда все дороги завалило, потому что не могли к нам проехать даже почтовые службы. Точнее, не то, что не могли, они отказались ехать, они написали, что мы не можем приехать, приедем, как только ситуация дорожная улучшится. И вот этот коллапс, он иллюстрирует прекрасно, что юг к Германии к зиме не готов постоянно, потому что то завалит пути электричек, электрички перестанут ездить, то завалит дороги, автомобили перестанут ездить, и очень слабо чистят их. Я родом из Сибири, и у нас сугробы зимой достигали просто каких-то нечеловеческих объемов, масштабов, дороги чистили каждый день, и я помню, у нас во дворе собиралась горка от того, что чистят дороги трактором, и снег в одну кучу вот так вот сдвигают, сдвигают, и получается просто там трехметровая гора, с которой мы съезжали после школы на санках. Здесь, конечно, масштабы меньше, но паники больше, потому что, кажется, пришла зима, и наступил какой-то лютый коллапс, который замораживает жизнь. 17 декабря я, видимо, отправляла письма своим подружкам с рождественскими поздравлениями, с рождественскими открытками, и здесь я рассуждаю о том, что я, когда отправляю письма, я никогда не облизываю конверты. Как по мне, это какой-то анахронизм уже, пережиток прошлого, потому что что марки облизывать, что конверты облизывать, это какой-то уже дурновкусие, отправлять друг другу частички собственного ДНК, ну, уже не то, что неприлично, неэтично. И для меня загадка, почему все еще производят конверты вот с этим липким слоем для смачивания, марки, да, с этим липким слоем для смачивания. Понятно, что можно водичкой намочить и сделать, но неужели нельзя перейти уже на классические наклейки для того, чтобы уже упростить жизнь. То есть, многие конверты все еще выпускают со старой системой заклеивания, а многие уже с новой. Поэтому странно, что не перешло все в какой-то современный режим. И я сразу хочу сказать, если вы от меня получите открытку, будьте спокойны, там, никакого моего биоматериала нет, все я заклеиваю клеем, обычным клеем карандаша, который не несет в себе никакой биологической угрозы. 18 декабря в метро, на наших глазах бабуля упала прямо на ступеньки, я не знаю, то ли у нее давление подскочило, то ли как-то она засмотрелась куда-то. Но вот мой муж среагировал мгновенно, подбежал, спросил, все ли нормально, сбегал в киоск, купил воды, и пока женщина ждала скорую помощь, он ей дал эту воду, просто подумал о том, что человеку нужно попить. Я всегда удивляюсь, конечно, его реакции, потому что я в такие моменты начинаю сразу теряться, и мой мозг начинает медленно соображать. А здесь какой-то идеальный рейнджер, идеальный спасатель, который только видит человека в беде, моментально бежит, реагирует и помогает. Я прекрасно понимаю, что с перепадами температуры давление шалит, и сейчас такая снежная буря, не сейчас, в смысле тогда была, снежная буря за окном, и это еще больше для погодозависимых людей создает какой-то коллапс. У меня несколько раз в жизни были моменты, когда из-за давления я падала в обморок в общественных местах, и это ужасно, если честно, особенно когда рядом с тобой нет людей, которые помогут тебе помочь. Многие люди просто проходят мимо, кто-то говорит прямым текстом, что ты пьяная, что ты наркоманка и тому подобное, и это, конечно, обидно, потому что у человека могут быть действительно серьезные проблемы, и необходимо моментальное вмешательство медицинских служб для того, чтобы оккупировать какие-то серьезные симптомы. Поэтому давайте будем друг о друге заботиться все-таки. 18 декабря в магазине на меня накричали. Накричали из-за того, что я попыталась пройти без тележки. Это, конечно, очень забавно, особенно если учесть, что все короноограничения уже давным-давно отменили, но вход в магазин все еще с тележкой должен, даже если тебе нужно купить какой-нибудь маленький пакетик сока. Я поняла, что администратора в принципе такая работа, он сидит на входе и кричит на всех, кто заходит без тележки. Хорошая должность для того, чтобы снять стресс, например, или для человека, который холерик по натуре, вот для него вполне легально они организовали рабочее место, где ты можешь ненавидеть людей вполне легально. Неприятно, конечно, слышать в свою сторону незаслуженно повышенный голос, повышенный тон, но утешает, что ты не один такой, досталось всем, и в такие моменты хочется сказать, ну спасибо, что не побили хоть. 20 декабря мы переступили через себя и купили все-таки капсульную кофеварку, потому что, как бы я не любила нашу гейзерную итальянскую кофеварочку, которая делает просто фантастически ароматный кофе, ты понял, что ты устал ее разбирать, промывать каждую деталь, а если ты хочешь в день сделать несколько чашек кофе, то тебе просто бесконечно надо ее разбирать, мыть, собирать, и это вот лишние движения, которые я на самом деле терпеть не могу. Мы выбирали из капсульных кофеварок те, где можно делать большие объемы, то есть классические вот эти вот маленькие капсулы нам не подходят, и мы купили ту, где вот большие капсулы размером с ладошку, но я не знала, что это какая-то новая разработка, у которой патент до 29-го года, то есть до 29-го года эти капсулы ты можешь купить только у официальных дилеров, только в официальном магазине. И это, конечно, немножко озадачило, потому что ты там в супермаркете, например, если у тебя кофе закончился, ты не сможешь восполнить объем этих капсул. Мне, конечно, очень нравится сама система, где ты нажал на кнопку и сразу же моментально получил горячий напиток достаточно в большом объеме. Но вот новая проблема, теперь нужно эти капсулы где-то хранить, потому что пьем кофе мы много, и в день бывает по 2-3 чашки, особенно такое, да, капсульное, она достаточно неконцентрированная в сравнении с натуральным кофе, поэтому тебе вот этих вот наборов кофейных нужно много. Мы даже специальную полку завели для того, чтобы на ней складывать только кофейные капсулы. 21 декабря я видела самого злого человека на земле. Я не удивлюсь, если этот человек работал вот в том итальянском магазине, где на меня накричали. Стоим на светофоре, и пока стоим, я смотрю в окно, и напротив меня стоял прокатный скутер, то есть это такой, знаете, как человек может, любой человек может через телефон его забронировать и на нем поехать. и подходит к нему мужчина в капюшоне и со всей дури просто его пинает, что этот скутер перекатывается на дорогу, падает, и у него разбивается стекло. Мужчина в этот момент просто идет дальше. То есть ты понимаешь, что сейчас перед твоими глазами развернулась картина, где человек выпустил пар. Я все прекрасно понимаю, плохой день, но стоит ли гасить свою бессильную ярость на предметах, которые составляют чье-то имущество. 22 декабря я купила новые ножи. Оказались эти ножи настолько фантастически острыми, что я, когда резала себе яблоко, слегка задумалась и порезала себе палец. Нож прошел прям через ноготь, как по маслу. Это, конечно, плюс ножу, что он очень острый и нет для него преград, но было очень неприятно и достаточно больно, и я поняла, что нужно не выключаться из реальности, когда ты работаешь с ножиком новым. С тех пор прошло немало порезов. Это оказался какой-то жутко травматичный нож, но он учит тебя быть стойким, быть сильным и, как сказать, выносить все тяготы судебы. 23 декабря наконец-то закончился погодный коллапс и стало тепло. Вышло солнце, все растаяло и по ощущениям как будто была весна. Я выдохнула буквально, потому что эта зима давалась мне очень тяжело. Отсутствие центрального отопления, оно каждый год, каждую зиму проживает со мной достаточно сложно. И я с нежностью вспоминаю те времена, когда можно было прийти с холодной улицы в жаркую квартиру, раздеться, переодеться в шорты, в футболку и жить спокойно. Когда холодное время года воспринималось как благо, как уют, потому что сейчас ты просто мечтаешь заснуть в октябре, а проснуться в апреле. Вот такие вот подъемы температуры, они позволяют тебе дробить зиму на какие-то блоки, когда ты можешь просто выдохнуть, открыть окно, насладиться пением птиц и запитаться энергией солнца, потому что я, например, человек очень погодозависимый, и если на улице солнце, то мне жить хорошо. Если на улице пасмурно, у меня прям внутри такое, знаете, отторжение от жизни, мне не хочется ничего делать, мне хочется просто в спячку впасть. 24 декабря, это канун католического Рождества, у нас магазины все закрывались, последняя возможность купить продуктов на ближайшие дни. Естественно, чтобы не умереть с голоду, мы пошли закупаться. И в магазине был один пренеприятнейший мужик, который напевал джингл-беллс. Он вылазил из-под полок и на тебя смотрел, знаете, в поисках одобрения, напевая свой джингл-беллс, а ты хотел его просто банкой из-под гороха ему зарядить между глаз, потому что, мужик, год был кошмарный, и ты просто счастлив, что он заканчивается, и вот это вот твое суперпраздничное настроение, оно больше раздражает всех вокруг, не только нас. То есть все на него смотрели просто сквозь какую-то пелену хмурого выражения лица. Не удивлюсь, если его еще из дома выгнали за его жизнерадостность, поэтому он пошел в магазин для того, чтобы донимать не своих близких, а каких-то просто рандомных людей. 25 декабря я столкнулась с информацией о том, что оказывается есть люди, которые не могут жить без чужих советов. Доходит до того, что люди пересылают друг другу типа, что мне надеть сегодня, подружкам или парням, с кем-то советуются надеть мне вот это или вот это, что мне сказать тому-то или тому-то, как мне поступить в такой-то ситуации или в такой-то ситуации. Для меня это какая-то обратная сторона Луны, если честно, потому что как можно по таким мелочам с кем-то советоваться? Ну то есть, ну неужели ты сам не знаешь, какой тебе свитер надеть, такой или такой? Ну как бы такие вещи, которые человек должен сам для себя решать, а потом мы, значит, советуемся с другими, а потом еще на них перекидываем ответственные за то, что вы нам посоветовали не то, что мы хотели. Я не знаю, я вообще человек, который, мне кажется, знает ответ всегда. Но любой вопрос в плане что делать, всегда знаю, что делать мне, когда это делать, и для чего это делать. А если я не знаю, ну тогда просто идешь наобум. Ну уж точно, я не пойду никому задавать вопросы относительно того, как быть. 26 декабря мы поехали в Австрию, в Зальцбург, для того, чтобы поднять себе настроение. И о чудо, там работал все еще рождественский рынок. В Германии в это время рождественские рынки уже давным-давно все закрыли, ровно с наступлением Рождества. И то, что в Австрии он все еще работал, это было сродни чуду. На самом деле эта поездка, она была очень короткая, буквально несколько часов, но она придала тебе так много каких-то приятных эмоций, начиная с того, что ты оказался вот в эпицентре праздника, праздничного настроения. Я, по-моему, ела все, что видела, начиная от сосисок, гуляшей, каких-то яблок в карамели, плюс мы еще нашли там вкуснейший Глинтвейн. Было здорово, было очень морозно, но было здорово, потому что тебя прям грело вот это ощущение какого-то единения людей. К нам подошла семья, которые попросили сфотографировать с елкой их. Сказали, что это елка из сада их деда. Этот дед был рядом как раз в это время. И мы такие, а какая елка? Они показывают за спину, за нашу, и говорят, вот, вот это елка. Мы смотрим, а там просто громадное, многометровое дерево. И это просто так звучало, знаете, елка из нашего сада. И ты понимаешь, что вот это вот огромное дерево, а какого же тогда размера ваш сад? 27 декабря я пишу, что у меня под конец года обострились мои старые проблемы со здоровьем. И, как назло, это праздники. Врач мой, во-первых, он в Мюнхене, во-вторых, он ушел в отпуск, не работает в празднике, можно его поймать только в середине января. А у меня все, у меня как бы паника, мне кажется, что я умираю. Залетела ураганом к местному доктору, описываю просто симптомы, как будто все, там уже, знаете, вызываете каталку из морга. Оказывается, что это все фигня, что я просто большую часть себе надумала из-за того, что стресс, из-за того, что психика в напряжении, тра-та-та. И ты в такие моменты чувствуешь, как будто ты воскрес. Сам себе придумал серьезную болезнь и вылечился, потому что у тебя ее нет. И все, и ты такой, боже мой, как хорошо жить, жизнь прекрасна, небо голубое, птицы поют, все хорошо. Короче, берегите вашу психику, потому что она может творить очень забавные вещи с вашим физическим состоянием. 28 декабря мы приехали в магазин Nike и они решили сделать гигантскую распродажу, потому что они закрываются на полгода на ремонт, то есть у них там какое-то переоборудование всего. И распродажа была там до 60% на все. Естественно, это вызвало огромный ажиотаж желающих людей, которые не против получить кроссовки с 60% скидкой. На входе очередь, внутри ураган из людей, баррикады из обуви. Люди бросают детей прямо на пол и бегают меряют кроссовки, собирают какие-то коробки. Эти дети маленькие еще там грудные ползают по полу у тебя под ногами. Вот честно, если вы можете представить слово хаос, его иллюстрацию, то вот это как раз и было оно, потому что вы понимаете, что ребенок он на самовыживание отправляется, пока родители пытаются закупиться какой-то интересной одеждой и обувью. 29 декабря я пишу, что у нас на дороге продолжаются работы ремонтные и сняли жирный кусок асфальта и оставили дыру, видимо, до лучших времен, причем ее даже не оградили, никакого знака рядом не поставили, что острый край, будьте осторожны. Водители очень поздно замечали эту яму, резко тормозили, но все равно в нее залетали, и мы в нее залетели. Было, конечно, дико неприятно, потому что на пустом месте уродовать машину тоже не хочется. Но самое странное было, что рядом стояла полицейская машина и ребята, которые сидели внутри, я не знаю, они при исполнении были, просто они приехали развлекаться, они сидели откровенно угорали над водителями, как они залетают в эту яму. Но вот человеколюбие в действии, по-моему, потому что лучше картины и не придумаешь, которые иллюстрируют вот эту вот фразу про человеколюбие. 30 декабря я увидела картину художника Егора Зайцева, которая называется «Рождественская елка», и сразу навалилась просто дичайшая грусть, старушка сидела одна на фоне такого интерьера советского, сразу понимая, что как грустно быть одиноким на Новый год. Есть две уязвимые группы созданий, которые во мне вызывают просто какую-то, знаете, бурю эмоций сочувственных. Это старики и это животные. То есть мне кажется, что и тем, и другим нужно помогать максимально, потому что ну очень уязвимы они. Эта картина, она вот прям пропитана, знаете, какой-то безнадёгой, и ты понимаешь, что сразу хочется позвонить бабушке, сразу хочется обнять её, и хорошо, что у меня бабушка не одна живёт, и понимаем, что хоть я и далеко, но она не одинока, за ней есть кому присмотреть, есть кому её там развлечь в случае чего. Последний день декабря и года заодно, 31 число, я обожаю запах раскалённых ёлочных гирлянд. Новый год для меня это какой-то удивительный праздник, самый важный, и я всё-таки предпочитаю его праздновать в кругу семьи. Я в своей жизни праздновала Новый год вообще в разных местах, это были и клубы, и бары, и друзья, и какие-то гости, и малознакомые даже люди, но такого заряда, как в кругу семьи, ты не получаешь нигде. Я пытаюсь это донести до своих знакомых иностранцев, потому что для них, например, Рождество это больше семейный праздник, Новый год это больше такое, знаете, что-то клубно-барное, тусовочное. И очень обидно, когда они говорят в рождественский день мне даже не пишите, не звоните, не дёргайте, потому что я с семьёй его праздную, но очень, знаете, пренебрежительно относятся к Новому году, и когда ты говоришь, что ты будешь праздновать его с семьёй, говорят, ой, да ну, давай пойдём просто дать по голове этим людям, если честно, за то, что они настолько прибавляют важности своей жизни и стараются обесценить твою, твои какие-то праздники, традиции, мне такого, конечно, очень неприятно, не нравится, потому что Новый год это сказка, кто бы что ни говорил, он обнуляет, он создаёт ощущение того, что впереди нас ждёт всё самое лучшее, и следующий год однозначно будет лучше, чем предыдущий. Так работает жизнь. Друзья, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск, пишите в комментариях, как вы относитесь к Новому году, и не забывайте про открытку, если вы всё-таки хотите её получить, пишите «Хочу открытку». Всем хорошего настроения, всем пока! смотрите,